Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь. И перед началом этого видеоролика хотелось бы вам сказать, что раньше на нашем канале выходили обзоры по чемпионату России. Теперь вы их не найдете на нашем канале, и в целом они больше не будут выходить. Так же, как и прошедшие, были удалены с нашего канала по требованию телеканала Матч ТВ, так как там был использован видеоконтент с авторскими правами. Так что теперь мы вводим новую рубрику. Это обзоры на Лигу Чемпионов, на именно эти матчи. Нам не нужна никакая лицензия, и авторские права мы ничем не нарушаем. Мы их будем симулировать в симуляторе FIFA. FIFA 20, к сожалению, двух команд вы не увидите в этом турнире. Так что вместо 16 матчей в каждом туре у нас будет сыграно всего лишь 14, потому что нету Санкт-Петербургского Зенита и Цервены Звезды. И также мы будем смотреть, сколько матчей совпало. Это тоже будет интересно посмотреть, какие совпали, какие нет. Также будем узнавать команду тура по тому, какие показатели дала именно игра им по окончанию матчей. И также выявлять лучшего игрока каждого тура. Ну что же, начнем. Итак, начинает наш обзор матч против Славии и Интера. И именно команда из Милана принимала пражскую Славию. Итак, замечательный момент уже возник у команды из Италии. Вот, замечательный прострел и удар Лаутара Мартинеза. 15-я минута, а счет уже открыт. 1-0. Аргентинец, который вместе в клубе в прошлом сезоне замечательно играл с Мауру и Карди. Теперь, к сожалению, один из аргентинцев покинул клуб. Как вы поняли, это второй и перешел в ПСЖ. Здесь замечательный прострел и отличное замыкание. И Интер забивает свой первый гол в Лиге Чемпионов. И так и сразу же практически через 7 минут на 23-й минуте замечательно пошла атака у Славии. Замечательно вот здесь вот не пошел удар. И замечательным, хорошим таким ударом, больше чем 11 метров там было, с хорошей такой подкруткой, забивает игрок из Праги. Вот так вот яростно празднует этот забитый мяч. Ну, действительно, момент, это самый такой запоминающий, наверное, в матче. И покрасивее этот гол даже будет, чем гол у Лаутара Мартинеза. Вот здесь отлично и в нижнюю шестерку забивает игрок Славий. И счет становится 1-1. И забил его Томаш Солчек. Так матч и заканчивается со счетом 1-1. Но мы перемещаемся в другой итальянский город. Мы перемещаемся в Неаполе, где команда Наполе принимает Ливерпуль. В прошлом сезоне эти команды две уже встречались. И вот так вот под конец первого тайма замечательно Томаш Зелинский навешивает и забивают игроки Наполе сразу же. Буквально расслабились действительно игроки, наверное, Ливерпуля. И в концовке первого тайма пропускают вот такой вот курьезный гол. Но очень он запоминающимся выйдет для итальянцев. Потому что все-таки маленький такой Инсини смог пройти оборону. Здесь и Гомес был, и Ван Дайк. Но, к сожалению, никто его закрыть не смог. Юрген Клоп тоже в недоумении, как так произошло. И на этом забивают итальянцы. Гол. Это единственный гол в этом матче. Ну а мы перемещаемся теперь уже к другим не менее интересным командам. Но все, естественно, за другими клубами смотрят. Зальцбург принимает бельгийский генг. И вот так вот на 74-й минуте замечательный навес прошел. И гости из Бельгии забивают домашней австрийской команде. Но, действительно, матч не выдался такими уж и громкими именами, и громкими названиями команд. Но гол ничуть не хуже других остальных, который был сыгран. И в каких-то особенных моментах, когда мы будем уже обозревать главные моменты группового этапа, этот гол может и стать ключевым для Генка. Потому что немногие надеются на выход Генка в плей-офф Лиги Чемпионов. Наверное, все-таки команда будет бороться за Лигу Европы. И забивает Янис Хаги. Ну и бельгийцы тоже забили свой единственный мяч. Ну а мы перемещаемся в замечательный город Дортмунд. Наверное, это самый интересный матч вообще первого дня, первого тура Лиги Чемпионов. Боруссия Дортмунд принимала Барселону. И единственный гол был забитый на 93-й уже минуте. Как вы видели, Лионель Месси замечательно шел Луиса Суареса в штрафной. И отдал сквозной этот пас в разрез. И замечательно забивает уругвайский нападающий. Но хоть здесь забила все-таки хоть одна из команд, в реальной жизни все-таки матч закончился с счетом 0-0. Ну и как вы понимаете, гол Луиса Суареса стал единственным в этом матче. Побеждает Барселона в гостях, кстати. Очень важная победа в гостях. Ну и следующий у нас, друзья, матч. Как вы понимаете, Бенфика играет против Лейпцига. К сожалению, в этой группе мы не увидим в этом матче противостояние Зенита и Леона. Но вот такой вот гол зато забивает Лейпциг, Бенфики. Тоже под концовку уже всего матча. Расслабилась домашняя команда. Ну а Лейпциг действительно является главным фаворитом на выход из группы. Там уже будет все-таки борьба, наверное, за вторую строчку. Но именно в наших вот таких вот обзорах FIFA симулятора, вот это все такое, мы в двух группах, просто будет три команды, две из которых у нас пройдут в плей-офф Лиге Чемпионов. Именно по нашему мнению. Ну а третий так пойдет в Лигу Европы. Естественно, дальше это никуда не будет попадать. Мы просто будем симулировать эти матчи. Так что Леон в первом туре, к сожалению, не сыграет. Как бы пропускает этот матч из-за того, что Зенита нету в FIFA 20, так же, как и Цервен и Звезды. Так что Бавария тоже пропустит первый тур. Тоже единственный был забитый гол Лаймером. Но зато, посмотрите, какой ажиотаж. Это первый тур Лиги Чемпионов на Стэнфорд-Бридж. Естественно, практически аншлаг. Челси принимали в Валенсию. И вот так вот, практически уже мяч ушел за боковую линию. Кепа справляется, но на добивании все-таки был игрок Валенсии. И уже на 13-й минуте гости забивает Гонсало Гуэдеш. Отличный португальский нападающий, который, если я не ошибаюсь, в прошлом выступал в ПСЖ. Но теперь покоряет поля в Испании. Ну и в Лиге Чемпионов отлично отличился. Вот таким замечательным ударом вышел все-таки. Иголки перезаворот уже потерял свою позицию. Ну и защитники не смогли ничего уже с этим ударом поделать. Но Гуэдеш действительно мог, наверное, Кристенсен как-то помешать этому удару. Но гол все равно замечательный и очень важный для Валенсии. Потому что забит все-таки на выезде. Это все равно приятнее выигрывать на выезде. Но если вы подумали, что на этом матч будет заканчиваться, но нет. Челси собрались и вот такой вот замечательный дальний навес. Канте отдает и забивает. Забивает Челси, сравнивая счет. И забивает молодняк в этом сезоне. Играет практически за Челси. Маунт забивает. Как вы знаете, новый тренер у лондонского Челси, Фрэнки Лэмпорт. И он действительно делает акцент у лондонского клуба именно на молодежь. Абрахам, Маунт. Очень много действительно таких хороших футболистов. Но к этому футболу, наверное, все-таки еще и Маурицио Сари прививал к Челси в прошлом сезоне. Но в этом уже перешел в качестве тренера в Ювентус. Чуть позже мы про этот итальянский клуб тоже поговорим. И счет уже 1-1 на 27-й минуте. Начало второго тайма. Хороший дальний навес. И на него не реагирует просто испанский голкипер. Кепа Рисабалага пропускает уже второй гол. Забивает капитан команды Валенсии. Даниэль Пареха. Пареха, в общем, забивает. Не помню его имени, к сожалению. И замечательный, во-первых, навес. И замечательно откликнулся на этот навес. Замечательный удар головой. Не знаю почему. Кепа не стал отбивать этот удар. Но, кстати, здесь вот проиграла оборона по всем статьям. И Кристенсен потерял свою позицию. Поздно добежал до Пареха. И Аспеликуэта куда-то тоже бежал. Со счетом 2-1 пока что ведет. Да, Даниэль Пареха, как я и сказал. Значит, знаю все-таки его имя. Счет 2-1. И отлично. Валенсия снова выходит в этом матче вперед. Ну вот, 64-я минута. Челси собрались. Маунт отдает замечательный пас. И Абрахам забивает. Я вам только что говорил про то, что Лэмпер делает акцент на молодежь. Вот именно это сейчас молодежь сыграла просто великолепно. Абрахам так отыграли с ним стеночку. И замечательный удар. И счет уже 2-2. Челси второй уже гол. Отыгрывает на домашнем поле. И второй раз подряд сравнивает его в этом матче. Ну, естественно, недоволен тренер Валенсии. Ну, а счет уже становится 2-2. И вот она концовка практически уже. 78-я минута матча. Замечательный дальний навес. И Педро. Кто, как не он, должен был действительно забить испанской команде. И, наконец-то, Челси вышли вперед по ходу всего матча. И Педро бежит уже к Фрэнке Лэмперду. Действительно, поблагодарить, наверное, за то, что его выпустили в старте. Либо он в замены вышел. Не наблюдали мы за ходом замен. Но все равно гол замечательный. И, наконец-то, Челси почувствовали, что такое быть на коне по ходу этого матча. Потому что они проигрывали 2 раза за этот матч. 2 раза сравнивали. Вот, наконец-то, они вышли. Ну и так и заканчивается счет. Со счетом 3-2. Это действительно волевая победа Челси. Смогли они все-таки отыграться дважды. И все-таки переломить судьбу этого матча. И Валенсия уезжает с поражением. Ну а у нас Аякс против Лиля. Замечательная голландская команда. Принимает просто такую черную лошадку этого турнира. Лиль, который забивает на 61-й минуте. Бамба. Конечно, Николя Пепе теперь уже нету в Лиле. Перешел он в лондонский Арсенал, который выступает в Лиге Европы. Но Аякс тоже не пальцем деланный. Этот клуб прошел все квалификационные раунды в прошлом сезоне. И дошел аж до полуфинала. В котором было практически уже все ясно. Но вот этот хэтрик Лукаса Моуры на именно Йохан Крой в арене. Все как раз и решил. Тем самым Тоттенхэм вышел в финал Лиги Чемпионов. А Аякс, к сожалению, нет. Ну вот она идет уже. Третья добавленная минута. Уже на четвертую минуту переходит. И Душин Тадич разворачивается отлично. И Дэвид со второй все-таки попытки. Но он прошивает. 94-я минута. Хозяева сравнивают счет. И это действительно отличный гол. Который надолго запомнят болельщики Аякса. И мы действительно еще раз повторюсь. Будем потом это обсуждать. При обзоре полного уже группового этапа. Где какие команды потеряли очки. Где могли они вырывать. И вот здесь действительно вырвал Аякс. Хоть одно. Но все-таки очко заработал. Могли вообще отпустить Лиль обратно во Францию. С тремя очками. Но все-таки шикарно сыграл Аякс. Проявил характер. И огрызнулся вот так вот. На последних минутах очень много у нас забивается голов. И на данный момент только это первый тур Лиги Чемпионов. Также Аякс тоже потерял определенных лидеров. Де Йонг в Барселоне. Де Лих в Ювентусе. Но сейчас у нас матч бельгийской снова команды. Не Генг, а Брюгги принимает Галатасарай. Турецкий клуб. Шикарные сейчас игроки выступают в Турецкой Лиге. Но вот так вот забивает первый гол на 25-й минуте клуб Брюгги. Замечательно просто отдал передачу. Но и голкипер не смог отразить этот удар в ближний угол. Вот оно показано. Сверху эта атака. Можно замечательно здесь наблюдать хорошую сыгранность. И отличный пас в касании. Вормер отдавал. Ну и замечательно в ближний угол. Галкипер просто уже не смог на него среагировать. Ну и забивает гол Дэвид Акереке. 14-й номер клуба Брюгги. Ну вот она подача углового на 71-й минуте. И снова гол. И забивает клуб Брюгги. Это пока что моя единственная команда Брюгги, которая ведет со счетом 2-0 дома. Это самая уверенная домашняя игра на данный момент. Именно в нашей Лиге Чемпионов. В симуляторе FIFA 20. Но все равно. Галатасарай как-то должны были собираться. Команды вроде бы равны. Даже где-то Галатасарай на бумаге и выигрывать должен был. Но все-таки вот такой гол они пропускают. Избивает центральный защитник Дэли. И этот гол, надеюсь, он запомнит надолго. Все-таки в Лиге Чемпионов центральные защитники не так часто забивают. На этом матч заканчивается. Ну а мы перемещаемся к Олимпиакосу. На матч к Олимпиакосу, который встречался против Тоттенхэма. Финалисты Лиги Чемпионов. Хорошие сбалансированные команды, которые действительно в прошлом сезоне не тратились на трансферы. Но в этом году много пришло интересных игроков в клуб. Ну и вот так вот Гарри Кейн на 27-й минуте открывает счет. Радуются, естественно, болельщики. Потому что, ну это гостевой гол. Он всегда важен не только в раунде плей-офф, где он ценится действительно. А здесь тоже хорошо, потому что уверенно играть потом дома против этой команды будет намного приятненько. Ты знаешь, что ты ее уже забивал в гостях. Ну и также здесь матч тоже заканчивается. С минимальным счетом 1-0. Этот гол стал единственным в этом матче. Итак, мы перемещаемся на матч ПСЖ против Мадридского Реала. Ничуть не хуже он, чем Боруссия против Барселоны. Это, наверное, даже главный матч первого тура. И вот так вот, с замечательным ударом, тоже в шестерку, практически похоже на гол. Слави забивает Анхель Ди Мария. Он и в реальной жизни забил ворота Мадридского Реала. Он и в Фифе забивает своему бывшему клубу. Ну там еще он в пару клубов заглянул. В Манчестере Юнайтед. Но все мы помним, как он выступал за Мадридский Реал. Ну и замечательно. Здесь вот левой ногой забивает. Не знаю я также, друзья, почему на воротах у ПСЖ до сих пор стоит Альфонс Ареаля. Хотя он уже в Мадридском Реале. Но на воротах также Реал оставил Тибу Курта, как и в жизни. Но все-таки на воротах ПСЖ это должен был состоять Кейлор Навас. Я не знаю, почему трансферы именно в ФИФА-20 пока что не обновлены. Ну а теперь снова этот матч. Болельщики Шахтера уж довольны, мне кажется, этой жеребевкой. И какой год уже подряд, вроде, ну, я не помню, два года уж точно. Манчестер Сити приезжает в Украину, именно в Донецк. Где вот так вот уже на пятой минуте быстро открывает счет Архим Стерлинг, замечательно навесив на Куна Агуэра. Тот снова забивает головой. Шикарный гол аргентинца. Это действительно лидер именно того Манчестера, который уже два сезона подряд замечательно выступает в английской премьер-лиге. Дважды брал титул. Первый на многом увереннее взял, но второй там уже Ливерпуль. Немножко подсдал, поэтому интрига-то пошла. Хорошая была в том сезоне, в последнем матче все решалось. Ну и вот так вот замечательно выходит вперед Манчестер Сити. Один из фаворитов, кстати, на трофей Лиги Чемпионов в этом сезоне. Команда хорошо, действительно сбалансирована. И на каждой позиции есть замечательный игрок. Итак, вот он еще момент на уже 95-й минуте, хотя добавили 3. Замечательный прострел и гол немца Илкая Гюндагана. Илкая Гюндаган, наверное, все-таки уже не игрок основы, можем так сказать. Но часто выходит на замены и не прогадал, наверное, Хосеб Гвардиола тем, что выпустил немца. Замечательный здесь гол забивает. И тем самым Манчестер Сити увеличивает свое преимущество. И уезжает из Украины обратно к себе в Манчестер с двумя забитыми мячами и с тремя очками. Итак, матч этой же группы Аталанта играет против Динамо Загреба. В Хорватию прибыла сенсация итальянской лиги. И вот главный момент этого матча служился только на 90-й минуте, друзья. Абсолютно скучный матч был, но вот именно Лиавак срубил в своей штрафной нападающего Аталанта и получает красную карточку. Мы его теперь не увидим во втором туре. Прямая красная карточка. Не знаю, либо он один тур пропускает, либо два. Ну вот, к мячу подходит 72-й номер Аталанты. Это Ильичич пробивает, но все-таки галкипер отбивает этот удар. И так матч и заканчивается со счетом 0-0. Чуть бы пораньше был бы такой момент. Может быть, Аталанта бы и дожала соперника, которые играли в десятером. Но все-таки свой момент они не реализовали с 11 метров. Итак, замечательный матч. Самый, наверное, такой интереснейший в этой группе. Это Атлетико Мадрид против Пименто Кальчо, а.к.а. Ювентуса. Но в этом году привыкаем именно к... Да и в следующем, наверное, я не знаю, насколько. Проволюшн купила лицензию на Ювентус. А между прочим, Пименто Кальчо забивает уже на 78-й минуте. Пало Дебало с замечательным ударом. Забивает Яну Облаку. Матч действительно классный. Мы помним по прошлому сезону, как 2-0 ввел Атлетико в плей-оффе. Вроде это была 1-8. Играя против Ювентуса. Но потом все-таки уже дома у себя Ювентус выиграл со счетом 3-0. Тем самым такое преимущество у Атлетико отобрав. Хедрик тогда вроде забил Крещано Роналдо. Ну и последний матч сегодняшнего дня, сегодняшнего обзора. Первый тур заканчивается матчем Байера против Локомотива. Единственной российской команды, за которой мы можем с вами понаблюдать. И вот 23-я минута. И Кемер Демирбай забивает гол. К сожалению, да, Байер додавил Локомотив и вышел вперед первыми. Но действительно, атака была здесь шикарная. И немцы все-таки действительно хорошо распасовались. Нашли ту зону, через которую можно было пройти мячу. И прошел вместе с этим мячом Демирбай. Защитник пытался, но все тщетно. И Гильерми пропускает мяч. 1-0. Хозяева повели в счете для Локомотива. Это очень серьезная проблема. Теперь нужно действительно отыгрываться. Но время еще есть. Еще не так много было сыграно. И мы верим в железнодорожников, что у них это все получится. Так как это единственный российский команд, за который мы можем с вами поболеть. Ну а вот действительно идет второй тайм. 51-я минута. И Миранчук забивает. Сравнивая счет против Байера. Замечательный гол забивает Антон Миранчук. 11-й номер. Голевая, если не ошибаюсь, от Федора Смолова. Хотя я могу ошибаться. Вот здесь. Да, это вроде Федор Смолов. Отдал голевую передачу. Но и замечательный удар в касание с левой ноги. Прошивает голкипера Байера. И замечательно сравнивает счет Антон Миранчук. 51-я минута, а счет 1-1. Ну что же, не так много времени прошло. Но замечательно сыграл здесь Орангуис. И снова выводит на ударную позицию Демир Бая. И немец забивает два мяча. На данный момент, если я сейчас ничего не путаю, то Демир Бай это лучший бомбардир Лиги Чемпионов. Если я действительно ничего не путаю. Забив два мяча, он становится лучшим бомбардиром. Так как это последний тур. Последний матч первого тура. И мы действительно можем это говорить. Что Демир Бай пока что лучший бомбардир Лиги Чемпионов. С двумя забитыми мячами. В одном матче. И так тоже практически с центра поля разведя мяч. Рыбуси навешивает. И Федор Смолов касание забивает. И снова проявляет свой характер. Локомотив Федор Смолов забивает в Лиге Чемпионов. Именно ради Лиги Чемпионов переходил Федор Смолов из Краснодара в Локомотив. В прошлом сезоне попав в чемпионский состав. Но, к сожалению, чемпионат выиграть Федор не смог. Тогда это выиграл Санкт-Петербургский Зенит. Но гол все равно с левой ноги в нижний угол всегда ценится. Ну и, наверное, один из лучших голов в карьере Федора Смолова. Итак, идет 76-я уже минута. И замечательный пас получает Крыховик. И забивает в ближний угол практически, друзья, у нас идентичная ситуация. Как и в матче Челси в Валенсии. Но тогда все-таки домашняя команда проявила характер и одержала победу над гостевой. Ну а здесь совсем наоборот. Локомотив попал в действительно группу такую смерть. Атлетика, Ювентус, Байер ни на что не должна надеяться. Но здесь шикарно. И три очка забирает Локомотив благодаря голову Джигаша Крыховика. Три мяча забив в Германии. Будем смотреть за игрой такого Локомотива в матчах против Атлетика и Ювентуса. Итак, на ваших экранах вы видите команду недели. Федор Смолов действительно заслуженно. Получает оценку 9-0 и становится лучшим игроком первого тура. Ну и вот на ваших экранах результаты групп после первого тура. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok